Всем привет! На этом уроке я вам расскажу, как на Linux использовать SSH ключи. То есть, как использовать ключ вместо пароля. Я вам покажу, как сделать этот ключ и как его использовать. Итак, допустим, у меня Linux User, у меня сделанный, да, я поставил Linux себе. У меня там один User Deniz. У меня есть один Linux Ubuntu, например, и второй там Linux, и тоже Ubuntu, например. И у меня есть Windows еще, кстати. И я могу коннектиться на эти Linux, допустим, через SSH, используя User Name и пароль. Чудненько. Это очень хорошо, я могу это делать. А также могу с Linux на Linux коннектиться, без проблем, то же самое, через User Name и пароль. Все это хорошо и прекрасно. Но я хочу также сделать, чтобы я имел возможность коннектиться на мои сервера через User Name и SSH ключ. Между Linux'ами то же самое. Я могу коннектиться User Name и SSH ключ, используя SSH ключ, на не только пароль. Или вообще пароль можно будет отменить к чертям. Для чего это вообще нужно? Такой Automation Management Configuration Tool, как Ansible, скажет вам огромное спасибо, потому что, если даже вы начнете его использовать, вы захочете использовать SSH ключи, а не пароли. Это в тысячу раз проще. В общем, то, что мы с вами сегодня сделаем. У меня есть Windows, у меня есть два Linux'а. И настроим все это дело, сделаем ключики. И я вам покажу, как все это работает. Ну, для начала, как делается ключик. Ключик – это пара ключей всегда. В SSH это KeyPair называется. Есть Public ключ, который можно раскидывать куда угодно. Это Public. Он Public, реально не важно куда. Есть также Private, который нужно держать в надежном месте. Это, можно сказать, место вашего пароля. Это такой файлик. Это два файлика в конце. Это файлик Public с Public ключом текстовый, можно сказать. И Private ключ тоже, текстовый файлик, в котором такой длинный текст. Как они генерируются? Простая команда. Можно сгенерировать в Linux'е, можно в Windows'е. В принципе, где угодно можно сгенерировать. В Linux'е это генерируется командой SSHKGEN. Когда вы ее запускаете, у вас спрашивает эта команда. Видите, я сгенерирую по умолчанию. Сейчас вам какую пару. И сохраню ее в slash home. Slash Deniz. Денис – это мой текущий юзер. Видите, Денис, точка SSH, важная директория, очень важная директория. И название файла Private ключа будет ID under RSA. Если вы просто нажимаете Enter, здесь он там и сохранит. Но я написал MyKey. Я хочу, чтобы файл назывался МойКлюч. После этого он спрашивает у вас пароль. И еще раз пароль. Я не вводил никакой пароль, не хочу никакой пароль ставить на ключ. Просто Enter, Enter. И он сохраняет, в общем, генерирует ключик. Пару ключей. И вот что у меня получается. У меня получается текущий директорик, где я это запустил, так как я ввел название. Он сделал два ключа. Один паблик, как вы видите, точка паблик. А второй private. То есть не написано точка private или pvt. Что-нибудь такое. Просто файлик без расширения – это private ключ. А public – это public. Что внутри, как эти текстовые файлы. Как они выглядят? Выглядят они вот так вот. Видите, текстовые файлы коротенькие здесь public. А private, побольше немножко. Вот так вот. Ладненько. Давайте теперь пойдем в Linux и все это сделаем. Сделаем пару ключей. И все настроим, чтобы мы могли логиниться не только, используя юзернейм и пассворт, а еще юзернейм и SSH ключ. Итак, у нас есть два Linux. Один Ubuntu и второй Ubuntu. Это разные версии Ubuntu. Давайте залогинимся на них. Я их только поставил. У них ничего нет, абсолютно пустые. И ничего не установлено, в принципе. Итак, давайте проверим, какой у нас здесь Ubuntu. Так, для прикола. TCOS какой-то. Здесь чуть-чуть другой. 20.04, здесь 22.04. Отлично. IP-адреса. У меня все эти сервера, они в одной сети. И в конфиг. Здесь такой. Здесь и в конфиг. Запишу я их себе в сторонку. Здесь 167. Видите, здесь 165. И они в одной сети, поэтому я их могу и пингануть. 192. 168.0. 165. Вот видите, работает чудненько. Здесь тоже самое. Пробуем пинг. 192. 168.0. И 167. Вот этот адрес я вожу. То есть с соседями. Все работает. Чудно-причудно. Отлично. Эти два сервера. У меня виртуальные машины на моем компьютере. У меня Windows 11. На нем стоит VirtualBox. И вот видите, VirtualBox Oracle. И я поднял два лбунта на нем. Мой Windows. Вот. У меня PowerShell. Я открыл команду строку моего Windows. Этот Windows и эти Linux. Они у меня в одной сети. Все культурно. Можно проверить. 192. 168.0. 167. Видите, все работает чудненько. Точно так же и второй сервер отвечает. Тоже 165. Все. Они все в одной сети. Все друг с другом говорят. Все отлично. Теперь попробуем давайте залогиниться. Как залогиниться, используя юзернейм и пароль. SSH. Имя юзера. Допустим, у меня это Денис. И IP-адрес. 192.168.0.167. Например. Попробуем. Connection Refused. Порт 22. Connection Refused. Почему? Потому что у меня на 22 порту просто никто не слушает. Эти сервера. Давайте посмотрим. Эти сервера я только что поставил. У них ничего не стоит. И поэтому по умолчанию на Ubuntu сервер. У меня Ubuntu. SSH не работает. Его нужно установить. SSH сервер. Поэтому это очень делается просто. Давайте зайдем на наши эти линуксы. И запустим простейшую команду. sudo apt install open SSH сервер. Донеслась. То же самое здесь. sudo apt install. Все. Мы уставили. Мы молодцы. Можно проверить, что сервис работает. sudo service SSH status. Работает. То же самое. Можно проверить здесь. Раз работает, значит он послушает на порте 22. Даже видите. Service Leasing on port 22. Здесь тоже самое. Leasing on port 22. Все. Все работает. Отлично. Мы молодцы. Теперь по идее с моего PowerShell я смогу законнектиться на любой из них. О, видите. Когда первый раз коннектитесь на сервер через SSH. Он всегда спрашивает. Fingerprints. Отчетки пальцев. Типа вы уверены, что вы коннектитесь на правильный сервер. Что это бла-бла-бла. В общем, делайте одиез. Один раз это нужно сделать. Все. И теперь пароль. Какой у меня пароль? Пароль моего юзера. Такой это. Deniz Ubuntu 1. То есть я сейчас на вот этом сервере слева. Видите. Все. Я законнектился. Может даже зайти в демо. Вот видите. Здесь ничего нет. Ведь здесь ничего нет. Ну давайте сделаем touch. Hello. Здесь я сейчас его увижу в этот файлик. Видите, вон, hello. То есть, короче, все. Работает. Ладно. Теперь выходим отсюда. Попробуем законнектиться на второй. 165 на наш второй. Тоже самое спрашиваю. Первый раз. Видите, это fingerprint. Yes. Пароль забыл. Ubuntu 2. Все. Я сейчас на вот этот сервер залогнился. Я использовал юзернейм и пароль. Кстати, второй раз я сейчас буду это делать. Он уже не будет спрашивать про fingerprint. Просто пароль. Чек. Все. Я уже там. Все работает. Окей, как использовать ключ? Для того, чтобы использовать ключ, нам нужно его сначала сгенерировать. Давайте все почистим здесь красиво. Сгенерировать ключ. Генерировать ключ можно где угодно. Или на Linux, или на Windows. То есть, или вообще где угодно, в какой-нибудь другой программе. В общем, я буду использовать мой Windows вот этот. И сгенерирую сейчас здесь пару ключей. Как это генерируется? SSH. Кейген. На Linux и та же самая команда. Enter. И он по умолчанию сохранил этот ключ вот здесь. Моей директории. Home directory моего юзера. Текущего. Точка SSH. Слэш. Вот таким названием будет. Правитки. Но я не хочу. Такой я не хочу. Здесь я хочу. Я напишу. Давайте вот так. Майки. Вот такое название хочу. Пароль. Я без пароля делаю. Можно еще на ключ поставить пароль. Я не буду. Я делаю без пароля. Enter. Enter. Все. Ключи сгенерированы. Делаем дир. Что у нас здесь? Появилось два файла. Майки и майки паб. Майки это правит ключ. Майки точка паб. Паблик ключ. Как они выглядят? Давайте посмотрим. Откроем его давайте в нотпаде. Вот такое видите. Длинная 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 такая строчка. Огромная-огромная. Здесь можно взять. Вот видите. Длинная строчка такая. А private выглядит почти так же. Вот. Begin open ssh private. Вот они ключики. Все. Чудненько. У меня есть два ключа. Я сгенерировал. Теперь. Как я могу залогиниться используя один из этих ключей? То есть мы использовать будем конечно же private ключ. Это то что я должен хранить. Секрет. Это мой может сказать вместо твоего пароля. Но чтобы залогиниться на Linux используя ssh ключ. Мне нужно мой public ключ. Public. То есть вот этот. Положить в определенную директорию. В определенном названии файла. Где это должно лежать? Сейчас я вам покажу. Просто. Идем в директорию. cd.ssh Пусто. Видите? Там ничего нет. Здесь тоже самое. cd.ssh Там пусто. Ничего нет. Сюда мы должны скопировать наш тут ключ. Public ключ. Файл должен называться authorized keys. Сейчас мы все сделаем. Сейчас все увидите. Все будет хорошо. Так. Давайте скопируем контент этого файлика. Еще раз откроем его как notepad. Я просто делаю ctrl-c. И копируем все, что здесь есть. Все нам это не надо. Делаем здесь файл nano. И название. Очень важное название. Autorized underscore keys. Autorized. Дайте мне проверить. Autorized keys. Да. Все отлично. И просто сюда делаем test нашего ключа. Сюда можно добавить несколько ключей. Еще. Еще. То есть в одной строчке один ключ. Public ключ. Опять же. Public ключ. Сохраняем. Молодцы. Сделаем то же самое здесь. Autorized keys. Все это я делал в директории юзера Денис. Nano Autorized keys. Дайте перепроверю, что не ошибся. Все окей. Тоже сюда. Блин, это нажал. Вот он же ключ этот. Сохраняем. Чудно. Вот он наш файлик. Важная штука. Этот файлик и его permissions надо поменять. Permission должны быть 600. То есть только read and write. Только для оунера. Поэтому мы делаем. чмод. 600. Autorized keys. Вот видите. Вот такое. То есть ту же самую команду. Давайте запустим на этом Linux. Все. Видите, мы применяли вот таких permission на вот такие. Все. Все, что мы сделали. Все. Больше ничего не надо делать. Все готово. Теперь мы сможем залогиниться без проблем. Используя наш private ключ. Потому что наш Денис. Когда кто-то будет логиниться. Используя ключ. UserNayBeeDennis. Будет проверять, какие ключи можно использовать вот здесь. Здесь паблик ключи. И мы будем использовать наш private ключ для подключения. Давайте прямо сейчас это и сделаем. Вот он я тут. Как мы используем наш private ключ. Вот он. MyKeyPrivate. Который. SSH. MinusI. Это название файла. MyKluch. Название файла, где находится ваш private ключ. И дальше все то же самое. Денис. И название. Это как вот. Денис. И IP-адрес. 192. 168.0.167. Все. Я залогинился. Я на Денису. Бунту1. Все. Честно. Все просто. Демо. Вот наша демо. Здесь ничего не файла. Я помню, что файлик стерто. Touch. Давайте я сделаю здесь touch. Hello. Test. Допустим. То есть вот я сейчас на этом изделии. Идем сюда. Идем в демо. И что у нас здесь? Вот он. Hello. Test. То есть я залогинился вот через Linux. Залогнился в него. Сделаем давайте exit. Я опять в своем Windows. И давайте теперь я залогинился с тем же ключом на сервер Ubuntu 2. 165 у него адрес. Все. Я на нем сразу же. Deniz от Ubuntu 2. Все. Вот так оно и работает. То есть в принципе ваш просто паблик ключ. Нужно скопировать в файл authorized keys в директории. Давайте я сейчас зайду туда еще раз. Чтобы полностью вам название было понятно. SSH. Вот он этот файл. PWD. Вот. User name. Home. User name. SSH. Сюда нужно закинуть. Сделать файл authorized key. И в нем много может быть ключей. Паблик ключей. В общем-то и все. Да. А теперь. Если я хочу залогиниться с одного Linux на другой. В принципе все точно так же. Ничего не меняется. Как бы абсолютно не меняется ничем. Мне просто нужно. Давайте я зайду сюда в демо. Мне нужно использовать мой private ключ. Private ключ. Давайте я сейчас просто скопирую со своего Windows. Вот он этот ключик. Я сделаю ему сейчас OpenWiz Notepad. Я просто его копирую. Просто так делаем. Copy. Сейчас вы увидите кое-что интересное. Я давайте здесь сделаю сейчас. Nano MyKey. Править. Напишу его так допустим. Privat. Сюда его вставляю. Вот он тот ключ. Все отлично. И сохранил. Сохранился. Вот он сохранился. MyKey. Правит. Супер. Надо ему тоже permission поменять. Чмодь. Чмодь. Мой ключ. Чтоб он был сильно правит. Видите. Все. Теперь я его могу использовать, чтобы дологиниться сюда. С Ubuntu 1 на Ubuntu 2. SSH. Minus I. MyKey. UserName. Deniz. IP адрес 162. 168.0. 165. Первый раз спрашивает. Вы уверены? Потому что это какой-то новый сервер. Да. Все. Я, видите. На Deniz Ubuntu 2. То есть я сейчас сюда залогинился. Чудно. Но видите. Я указывал. Дайте я сейчас выйду отсюда. Я указываю минус I все время. А если. Можно не указывать минус I. Чтобы он использовал автоматом этот ключ. Можно попробовать. Знаете как это делается? Мой ключ. Где он? Вот он мой ключ. Нужно скопировать в директорию .ssh. Только под интересным названием. Сейчас я вам это дело покажу. Давайте сделаем move этому файлу. Move myKeyPrivate в .ssh. Вот я вот туда закинул. Давайте перейдем туда же. .ssh. Вот он мой файл. Файл и майки. Кстати видите. My unknown host. Что такое known host? Кстати. Хотите вам гляну? Known host. Это fingerprint сервера, куда я сейчас коннектился. То есть вот это. То есть вот это больше не спрашивает fingerprint. Почему? Потому что он хранит, захраняет сюда. Так. Дальше. Вернемся к нашим. К чему мы хотели. Этот файл, мой private ключ. Я сейчас переименую. Я ему сделаю move myKeyPrivate в названии вот такое. ID RSA. Без расширения. То есть все. Вот он этот файлик. ID RSA. Видите? Это такое название интересное. Чудно. А теперь давайте просто попробую законнектиться на Ubuntu 2, не указывая ключ. SSH. Денис. 192. 168. 0. 165. И я забыл. Законнектился автоматически. Не указывая минус A и название файла. Где мой файл. Потому что по умолчанию берет вот этот файл. Все. Вот так вот. Все это работает. Как вы поняли. Все очень несложно и работает. Для чего используются опять же ключи. Это нам более намного безопаснее. Типа ну насчет security. Вообще cyber security. И как я и говорил. Ansible. Будет рад если вы будете использовать именно это. Потому что с паролями это просто геморрой. А с ключами намного все проще. Ладненько. Надеюсь было интересно и полезно. До встречи на следующих уроках. Всем пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok